Павел Валерьевич, заканчивается топительный сезон, а как он прошел, с какими планами и задачами вы подходите к новому? Ну, хотелось бы сказать, да, действительно, топительный сезон буквально, может быть, пару недель и он окончательно закончится, прекратится подача тепла в дома. Хочу сказать, что в целом он прошел достаточно хорошо и не потому, что нам повезло, а потому, что мы прилагали для этого очень много усилий, мы очень много работы проводим по замене тепловых сетей, по совершенствованию технологического нашего оборудования на котельных, на центральных тепловых пунктах. И как результат, в общем-то, каких-то серьезных потрясений у нас не было. Ну, и слава Богу. Поэтому не менее важно для нас это предстоящее межсезонье и подготовка к новому отопительному сезону. И тут у нас, ну, в общем-то, как всегда, как день сурка, у нас работа заключается в перекладке новых трубопроводов, замена котельного оборудования, насосы, котлы, дымовые трубы, емкости для хранения топлива, емкости, баки, аккумуляторы. То есть, хозяйство-то, оно на самом деле очень огромное, материало емкое и затрат на это требуется очень-очень много. Сколько в этом году, то есть за лето, вы планируете поменять тепломагистрали, теплосети? Да, у нас в этом году планы достаточно масштабные. У нас есть, как утвержденная и реализуемая нами успешная инвестиционная программа. Это в части реконструкции магистрального трубопровода. Это очень большой масштабный проект, который, по сути, мы выполняем уже на протяжении многих-многих лет, начиная, наверное, года с 2011-го. И вот поэтапно производим замены. Ну и понятно, что мы будем большие объемы делать по замене распределительных сетей, которые более мелкого масштаба, но не менее емких объемов. Потому что всего у нас 400 километров тепловых сетей, то есть 400 километров труб у нас находится под землей в городе Магадане. И понятно, что они все строились разное время, и поэтому приходит время каких-то участков, замена по времени, по степени износа. Вот мы и будем это все проводить. Итого, вот всех собственных средств, которые будут направлены в этом году на реконструкцию, модернизацию инженерной инфраструктуры города Магадана, будет оцениваться где-то порядка 200 миллионов рублей. На сегодняшний день скажите, пожалуйста, по долгам физлица, юрлица, сколько вам задолжали? Физлица нам должны 215 миллионов. У нас порядка отсужена задолженность во временной промежуток не позже 6 месяцев. То есть 6 месяцев, как только наступает порог 6-месячный, мы сразу подаем в суд. У нас отсужены эти суммы, там порядка, на память я не помню, 150-160 миллионов рублей. По юридическим лицам, конечно, намного проще, потому что это у нас не... Блокировка счетов. Да, блокировка счетов, блокировка арест имущества тоже самое. К сожалению, есть злостные неплательщики. В целом, хочу сказать, что в целом нормально мы работаем с нашими должниками, мы взыскиваем. У нас наблюдается стабильное снижение дебюторской задолженности, то есть задолженность наших потребителей. В прошлом году из-за того, что у нас были долги по субсидиям, это я говорю про 2020 год, были долги по субсидиям за 2018 и за 2019 год суммарные на общую сумму почти 150 миллионов рублей. У нас контракт, в общем, инвестиционную программу, которую мы выполняем в этом году, как раз и есть эти почти 150 миллионов. То есть мы работу, которую выполняем в текущем году, мы должны были сделать в прошлом году. Но мы ее не сделали, потому что у нас на это не было денежных средств. Сейчас мы их получили, и мы сразу же возобновили реализацию инвестиционной программы. Мы не можем без денег выполнять работу, потому что это работа, это материалы, стоимость материалов огромная. Это работа, и она растет каждый год. Особенно в этом году мы, к сожалению, попали очень серьезно, потому что из-за глобальных тенденций в области металлов подорожал очень сильно металл. Соответственно, трубы очень сильно подорожали, арматура очень сильно подорожала. У нас серьезная материалоемкость этих всех объектов, у нас огромное количество железобетона, у нас большое количество, ну трубы они металлические. Очень серьезный рост, это не 5, не 10%, это минимум 50% увеличения стоимости трубы. Сколько стоит одна труба? Сейчас я вам примерно скажу. Где-то порядка на 20 миллионов мы покупали в этом году только трубы. Труба, фасонные изделия, ну и, соответственно, подрядчик где-то миллионов, наверное, на 40. Вот именно для реализации инвестиционной программы, где-то миллионов на 40, наверное, это только труба. Ну, в общем-то, все, что строится, это фактически 70-80% в тепловых сетях, это именно материалы. Павел Валерьевич, мы сейчас находимся на одном из больших участков по ремонту тепломагистрали, который запланирован на это лето. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит, сроки окончания работ? Мы очень долго согласовывали, утверждали, в итоге вот уже реализуем ее. Да, действительно, здесь будет производиться замена трубопроводов, существующих диаметром 500 миллиметров с увеличением до 800 миллиметров. И способ прокладки будет меняться. Сейчас он лежит в непроходном канале, то есть обычный железобетонный канал, там трубы и закрыт. Будет построен проходной канал, то есть под землей персонал обслуживающий будет ходить в полный рост. Справа, слева будут трубы, да, и при необходимости будут осуществлять спокойно, без скрытия дорожного полотна, без раскопок. Они будут производить работы, которые с этим связаны. В связи с тем, что это увеличивается в габаритах все полностью, мы задеваем достаточно много сопутствующих коммуникаций. Это и электросетевые кабели, это и канализация. И мы по техническим условиям, и линии связи по техническим условиям владельцев этих инженерных сетей, мы также производим их перекладку, вынос для того, чтобы вписаться нашим большим, огромным проходным каналам в существующую уже годами, сложившуюся, десятилетиями, я бы сказал, сложившуюся инфраструктуру. Будет у нас одна огромная тепловая камера, причем по размерам она будет практически как элитная квартира в Москве. Здесь площадь по периметру будет порядка 150 квадратных метров, да, и высотой 4 метра. То есть это будет огромное прям подземное сооружение. Когда планируете закончить работу? По графику мы планируем где-то к 15 октября. Павел Валерьевич, мы находимся на одном из важных строительных объектов для Вашего предприятия. Что здесь происходит, расскажите, к чему такие глобальные разрытия? Да, здесь мы меняем порядка 150 метров распределительных сетей, которые запитывает целый микрорайон. Это район улицы Октябрьска, Приморской. То есть это тоже плановая такая работа, мы к ней подходили в принципе достаточно долго, но вот в этом году мы ее реализуем. Хочу обязательно озвучить, это внеплановая работа вообще, мы не планировали. Да, у нас в этом году достаточно большая работа предусмотрена муниципалитетом по обустройству дорог, в частности по улице Якутска, по Наровчатова. Я знаю, что муниципалитет разыграл аукцион и будет полностью замена дорожного полотна. И для того, чтобы потом не нарушать новые дороги, новое благоустройство, мы на эти участки тоже заходим. Это внеплановая работа, связана она именно с проведением благоустройства, мы уже под них подходим. Мы будем менять тоже там тепловые сети. Ну и надеюсь, что туда в ближайшие десятилетия мы не придем, и это именно с этой целью. Этой работы не были предусмотрены, и нам пришлось пересматривать, корректировать наши планы, чтобы обеспечить инфраструктуру именно под новыми благоустроенными дорогами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова